Сегодня самый короткий световой день в году. Энергетики страны отмечают свой профессиональный праздник. Альтернативные виды энергии становятся все более популярны в Дагестане. Концерн Кэмс в скором времени даже планирует наладить производство собственных солнечных панелей и ветрогенераторов. Сейчас на их базе отдыха в качестве эксперимента установлены пробные экземпляры. Насколько экономически выгодно использовать энергию солнца и ветра, расскажет Раисат Юсупова. Энергия ветра и солнца обеспечивает электричеством базу отдыха концерна Кэмс всего несколько дней. 200 солнечных батарей и два ветрогенератора были закуплены в Китае. Специалисты завода приезжали в Дагестан и руководили установкой и наладкой оборудования. Это мы поставили для того, чтобы посмотреть. И вы знаете, сейчас, наверное, программа президента идет, индустриализация производства всего. Поэтому мы сейчас хотим посмотреть и в дальнейшем опробовать, как она у нас будет работать. Если по анализу нашему будет это все эффективно, нормально, то мы в дальнейшем думаем сделать совместное предприятие с теми же китайцами или с другой организацией какой-то страны, или может быть российские, сделать совместное производство по выпуску на нашем предприятии такого оборудования. Система может работать как в автоматическом, так и ручном режиме. Это так называемый мозговой центр переработки энергии. На интерактивный сенсорный экран выводится информация обо всех параметрах. Мы задаем, уже изначально задаем параметры, те, которые нам необходимы. Например, обороты генератора, угол лопастей, направление, куда он должен смотреть, чтобы эффективно крутить лопастями. А сам монитор, экран нам это показывает. Накопленная энергия собирается здесь. 350 аккумуляторов. Зарядка идет непрерывно. Вырабатываемые энергии сейчас в избытке, говорят сотрудники базы. Говорят, 12 вольт один аккумулятор. Мы их все соединяем последовательно, последовательно, последовательно. С этой стойки мы получаем 480 вольт. Где-то под 500 вольт получаем. С этой 500 вольт, 100 и 500 вольт. И так 8 раз. В Дагестане есть все условия, чтобы пользоваться альтернативными источниками энергии. Особенно в труднодоступных горных районах, где всегда ветрено и светит солнце. Поначалу такая энергия обходится в два раза дороже. Но специалисты утверждают, через пару лет все окупается. Раисат Юсупова, Салих Салихов, Юсуп Газиамаров и Расул Дибиров. Время новостей.